Бессилие Кремля Старики умирают на работе, а бюджет лопается от денег Экономика Власть 7 июня 13.57 Бессилие Кремля Старики умирают на работе, а бюджет лопается от денег Путин заявил, что профицит за 4 месяца составил 683 миллиарда рублей Андрей Полунин Комментарии в просмотрах 7107 Фото Сергей Коньков ТАСС Материал комментируют Андрей Гудков За период с января по апрель 2019 года профицит бюджета России составил 683 миллиарда рублей Об этом заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме На 1 апреля 2019 года положительная сальда торгового баланса, по данным Банка России, доллар 45,5 миллиарда А международные резервы достигли почти доллар 500 миллиардов, доллар 492,2 миллиарда Отметил глава государства Путин напомнил, что в 2018 году экономический рост составил 2,3%, что стало самым высоким показателем с 2012 года Без всякого преувеличения можно сказать, что мы все трудности преодолели и встали на путь устойчивого развития и повышения темпов роста Констатировал президент На Дели, конечно, все не так шоколадно По предварительным данным Ростата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года оказался на уровне 0,5% год к году Это значит, экономика России весьма ощутимо замедляется Можно сказать, РФ так и норовит впасть в рецессию вслед за мировой экономикой Не случайно еще в начале мая помощник президента Андрей Белаусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлина ряд китайских товаров рубль может ослабнуть А потом министр экономического развития Максим Орешкин выразил мнение, что мировая экономика может потерять до нескольких процентов в темпах роста при развитии негативного сценария в противостоянии Китая и США Причем, если эскалация будет серьезной, то это может произойти довольно быстро Читайте также А. Бунич, коллапс в экономике РФ наступит через несколько месяцев США Пойдут на конфликт с Россией Чтобы прикрыть глобальный кризис с другой стороны Понятно, сечь Путину самого себя перед международными инвесторами глупо К тому же правда в его словах есть И она касается как раз ситуации с профицитом Ситуация эта удивительная Нынешний показатель лучше прошлогоднего По итогам четырех месяцев 2018 года профицит сложился на уровне 181 миллиард рублей Или 0,6% ВВП При этом профицит, можно сказать, плановый Законом о бюджете на 2019 год его размер профицита утвержден на уровне 1,7% ВВП С учетом майских корректировок Понятно, откуда взялась эта прибавка от нефтегазовых доходов По итогам января-апреля 2019 года цена барреля Составила доллар 65,18 При заложенных в бюджет доллар 63,4 И вот что принципиально Показатель доходов, полученных по итогам четырех месяцев Последние три года уверенно растет Расходы же в соответствии с установкой Минфина на замораживание трат в реальном выражении фактически остаются неизменными И здесь возникает закономерный вопрос Если мы живем в условиях растущего профицита, зачем тогда было повышать налоги, увеличивать пенсионный возраст? Во всем мире общество тратит на сбережение человеческого капитала огромные ресурсы В странах Запада на эти цели тратится более 20% ВВП У нас 10% ВВП, то есть вдвое меньше Почему же российские власти, видимо, решили для себя, что вкладывать в развитие страны и человеческий капитал нет смысла? Все вместе это наводит на мысль, что в Кремле всерьез опасаются резкой просадки в мировой экономике Идеального шторма из-за торговых разборок между США и Китаем, в результате чего нефть полетит вниз, а вместе с ней нынешнее относительное бюджетное благополучие Только этим, пожалуй, можно объяснить, почему Кремль лихорадочно копит резервы Власть хочет и в кризис продержаться подольше, причем любой ценой Главная проблема российской экономики это отсутствие инвестиций, отмечает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков Из-за этого имеет место недостаточные фонды вооруженность труда Отсюда низкая производительность, которая не позволяет платить высокие зарплаты А именно с зарплат отчисляются страховые взносы К тому же в России капитал бежит из одних отраслей, а профицит образуется по совершенно другим отраселям По идее, нам необходим межотраслевой перелив капитала Такой переток элементарно организовывается в условиях социализма, например, в Китае Но он абсолютно невозможен в условиях капитализма Поскольку требует мощнейшего рыночного регулирования, ущемления интересов буржуазии Плюс наличие политической воли, чтобы заставить буржуазию шагать в ногу с остальным обществом Этим обстоятельством, кстати, объясняется о государствлении нефтяной и газовой промышленности основного генератора прибавочной стоимости рентного характера в стране А на вопрос, почему эта рента не переводится в инвестиции, ответил еще Алексей Кудрин В бытность министрам финансов все равно разворуют СП, можно было бы направить профицит на выплату пенсии Члены Кабмина и Рады бы, да боятся Штука в том, что рентная сверхприбыль барышня нежная, ранимая и взбалмошенная Она то есть, то куда-то умчалась А социальные обязательства государства неизменны И финансируются они по социальному страхованию из взносов Если правительство привяжет систему социального обеспечения к нефти Проблемы возникнут неизбежно при первом же падении цен на нефть В такой ситуации ничего не останется Как действовать по образцу Германии 1932 года вдвое урезать все социальные выплаты и пособия Правда, при этом полезно помнить, что в Германии это закончилось приходом Гитлера к власти Подобный сценарий настоящий кошмар Кремля Поэтому власти думают в таком русле Как бы создать источник стоимости под контролем государства Который мог бы стабильно генерировать добавочную стоимость И финансировать таким способом систему социального страхования Сергей Витти глава правительства в 1903-1906 годах такой источник придумал Водка, точнее, монополия государства на ее продажу Теперь мы знаем, чего это стоило стране Как это не плоско, именно Горбачевская компания по борьбе с алкоголизмом озлобила народ настолько Что он предпочел сменить общественный строй Война этот строй не сменила, миллионы погибших а водка сменила Теперь власти тоже повышают акцизы на алкоголь Но поскольку после бурных 1990-х мозги у народа понемногу встали на место Он пить прекращает СП, Кабмин мог бы вместо этого просто развивать экономику Кто доводит российских гипертоников до рака из-за краха отечественной фармацевтики Аптеки страны оказались наводнены и импортным суррогатом СП, вы считаете, будет глобальный кризис? Что в этом случае ждет Россия? Рыночная экономика так устроена, что не может приходить в равновесие без кризисов Пока в головы инженеров, разработчиков, организаторов производств, владельцев предприятий не придет идея товара У которого потребительские возможности будут выше, чем прирост цены нового спроса не будет Будет, напротив, падение старого спроса, которое распространится на другие сектора экономики Сейчас основным движителем мировой экономики являются IT-технологии сети 5G Китайцы в этом направлении продвинулись наиболее далеко Поэтому американские компании, которые пока не готовы перейти на 5G Понимают, если позволить И дальше продвигаться компаниям США крышка Они окажутся в аутсайдерах Спроса на их продукцию не будет А потом кризис распространится по всей американской экономике И дальше по европейской А Китай окажется в шоколаде Поэтому торговая война США-Китая будет и дальше раскручиваться И кризис тоже Но Россию он не заденет сильно, я считаю Поскольку мы всего-навсего поставщики нефти и газа И этот кризис нас бы вообще, на мой взгляд, не затронул Если бы не американский сланцевый газ Новости Донбасса Постпред России при ОБСЕ рассказал Как добиться мира в Донбассе